МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...индивидуального предпринимателя, после чего осуществлял закупку товаров у подконтрольного ему предприятия для Осташковского ДРСУ по завышенным ценам. Кроме того, фигурант фиктивно трудоустроил в акционерное общество Осташковское ДРСУ продавца подконтрольного торгового ИП, выплатив ему заработную плату из бюджета за 10 месяцев. Таким образом, предварительный совокупный ущерб, нанесенный фигурантом акционерному обществу Осташковское ДРСУ, учредителем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, составил более 800 тысяч рублей. 2 марта Московский районный суд города Твери. В этот день суд по ходатайству следствия избирает меру пресечения обвиняемому в убийстве мужчины у Тимацкого моста, практически в центре Твери. Скажите, вы признаете себя виновным? Молодой человек, вас как зовут? Зачем вы стреляли в человека, скажите? Человек молчит. Так советовали ему адвокаты. Но нам удалось узнать мужчине 29 лет. Зовут Туран Мериев, гражданин России. Адвокаты характеризуют его хорошим человеком и примерным семьянином. Но именно он, по версии следствия, причастен к гибели 31-летнего мужчины в ночь на 27 февраля. По версии следствия, 26 февраля вечернее время на участке местности, вблизи домов, расположенных по улице Брагина и Великовскому переулку города Твери, произошел конфликт между группами лиц. В ходе конфликта обвиняемый из хулиганских побуждений достал из автомобиля, на котором приехал навстречу принадлежащее ему оружие, из которого произвел не менее семи выстрелов с близкого расстояния у одного из мужчин. Непосредственно после совершения преступления злоумышленник с места его совершения скрылся. В результате преступных действий обвиняемого смерть потерпевшего наступила в машине скорой медицинской помощи от огнестрельного сквозного пулевого ранения груди. При выезде на место преступления следователями и криминалистами Следственного управления Следственного комитета, сотрудниками полиции проведен его осмотр, изъятые предметы, имеющие значение для следствия, установлена личность погибшего. Представителями Регионального следственного комитета России, сотрудниками областного УМВД проводился комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления против жизни и местонахождения лица, причастного к совершению данного преступления. К настоящему времени с обвиняемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Первым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений. Как нам удалось выяснить, в тот субботний вечер у моста через Тьмаку на так называемую стрелку приехали две группы. Повод выяснить отношения на кулаках. Именно в момент выяснения отношений обвиняемый по версии следствия достал карабин Сайга и выстрелил в оппонента. Обращаясь к суду, защитники обвиняемого уверяли, что Миреев не хотел никого убивать. Стрелял в воздух, дабы предотвратить более серьезное преступление. Карабин Сайга, по нашим данным, у обвиняемого официально зарегистрирован. Выслушав доводы сторон, суд принял решение об избрании в отношении Миреева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней. Решение суда у здания Дворца правосудия ждала группа молодых людей. Как нам удалось выяснить, друзья обвиняемого. Мы следим за ходом событий. Продолжение следует...